Волейбольный классик 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 настоящим не скажу что за ним раньше такой не водилось но все глубже и глубже так при доводках его использовать начинает майка крестница каждому нападающим нужно создать условия у него с ним хорошие явно взаимодействие но волка в задней линии это железобетонный вариант который завершает первый сет зенит 25 18 другой стороны ну что центральные практически не задействованы или задействованы неэффективно это не только прием в данном случае подальше не будем гадать в принципе артём волище первом сети тоже не очень заметно был если говорить об активно набранных очках джан вроде бы наброшенный на блок мяч но вот тот случай который позволяет ему использовать преимущество перед майком кристалл сына у него зенита все очень похоже на первый сет но вот и первое что первым темпом вырабатывают хозяева если брать ошибки первой партии но 5 очков подарили сопернику получаются игроки казанского зенитов вольвич первый забитый мяч и артёма в этом матче активно набранным очкам у джана больше чем у всей остальной команды это удивительно вот хотя бы при наличии альхаждани на площадке который только-только третье свое очко вот в этой атаке добывает а вот пожалуйста джан эйсом конечно это не будет но это брейковый мяч на одном-то блоке альхаждани должен забивать павел тетюхин это делает веков но опять подачи очень сложно с такой подачи рассчитывать от защищаться засуетился и ошибся классный блок от альхаждани один в один он разбирается с четвертой зоной михайлов классно успел там брагин руку поставить но это только вот похоже на отсрочку все быстро конечно же сделает зенит еще одна классная защита а здесь здесь блок и все-таки михайлов да вот так или иначе отбивались это время белгородца защищались отчаянно и наверное должны вот держаться самое лучшее медсезонье у него было конфликт был своей национальной федерации все это настроение не добавила наверное очень трудно иногда самоэндифицироваться на уровне слабых соперников хотя сейчас суперлика так подтянулась на подачи будет рисковать а куда деваться хорошая подача можно было выстроить блок что сделано было хоть дать и первый тэп но вот и заболотникова наконец-то удалось в атаку подключить взлет за головой и тут даже не надо сверх быстро это что ли играть один из тех для кого клич об усилии подачи донесся все таки и это не было случайно павел тетюхин сравнивает счет 25 и 21 здесь не самый лучший подброс с одной стороны а с другой стороны может быть так и задумал павел тетюхин подача михайлова подходящая вещь на высоком мяче скорее всего придется атаковать но все-таки соорудили белгородцу такую сложную атаку на сей раз ошибки не было мой волков справился есть еще шанс атаковать у белогорье но понятная игра ва-банк мяч узкого даже получился в этих ситуациях и тройной блок с попытки на все сыграть по пальцам бывало не звучит кстати романовского вот тут бы самый вроде бы момент если вербов в этом видел какой-то смысл ну не думает же он что команды еще один полноценный круг пройдут сейчас отбол уже у зенита ошибся джан не лучше прием будет трудно атаковать и тюхина браво червяков здорово страхует но зенит получает фрибол и даже через первый темп тут уже кристин самый сложный вариант выиграл выбрал и перестарался явно потому что был михайлов в конце концов у него и крисса бесполезно абсолютно все остальные были доступны в итоге на самой простой подачи большущие проблемы себе зенит заработал отдал сутбол снова сопернику и вот так оно могло бы быть если бы сразу отдали передачи михайлу хорошим теперь выслушал замысл и тренера но подачу очень уж простая но как от защищаться от михайлов на скоростном мяче только заранее знать что к нему пойдет мяч и стать на блок ставить лобинский так романовского на площадку и не вернул сейчас по расстановке у сетки кононов начинает сейчас самый коварный для белогорья что-то выдохнуть что ли образно говоря и заболотниковым поинтереснее белгорода у него было три атаки все он реализовал может быть там на блоке сильно не изменилась ситуация хотя наверное здесь прибавка определенная была но уж в атаке точно появилась угроза в центре сетки это хотя бы с краев попадающих разгружает автоматически потому что от заболотникова при недоводке вот так просто не убежишь михайлов пока его атаки сеточным выиграл сейчас время не вспоминается уверен кристенсен попробовал спорошок примерно так же игру понимает поэтому в нужной точке оказался во время этого обманного удара петухи двояйся какие были полезны для белогоря в прошлой партии но это михайлов когда у партнеров проблемы всегда готов поставить плечо получается у михайлов который в такие минуты ну просто не удержит двойственная игра похоже у нас будет затяжной по-настоящему и так же как знать что будет в концовке но потому что он часа на два затянется я думаю тоже гарантирует сейчас 10 две партии играли блоком сравнивают счет я вот его червякова вторая его реализованная атака 3 очка всего дыру наверно не не самый главный выселить и подачи но тоже ведь не последний человек хорошо отработала белогоря на блоке джан отыгрался грамотно низковата была передача вот помочь сейчас надо порошину подребинкин я уже об этом говорил а он шарады потихонечку тут задает надо дать забить раза возможными удобствами хоть какими-то это не для первого темпа была доводка слишком все просто от червяков исправляет и не свою ошибку скорее всего ошибку связующего в данном случае не хочется его сыграть понимает что борьба равна и что здесь одним шумом ничего не сделаешь георгий заболотников первым темпом отлавливает атаку зенита находит за на подачи помешали друг другу ну кое-как разобрались михайлов опять же на постраховке хорош что волков творит тут даже на рефлексе ну как он мог этот мяч увидеть только чтобы спасти на короткий отрезок этот эпизод после чего подребинкин наконец-то получает тот самый удобный мяч который он обязательно должен забить он и здесь должен был забить отчитать плюс немножко уменьшают это все после если происходит в по той же схеме а тут перенос 40 волкова но нельзя близкой к сетке пасовать когда дмитрий там своей 4 зоне как приговор нападающим вот этот переносы рук стараться выбить но это не самая рискованная подача сурмачевского поэтому мало что на команде дала она перенита линии заболотников если порой а вот теперь четыре ошибки и ты сыгранных сет у нас позади 2-1 в пользу белогори нет ощущения что вот он так как хачдади что ли безобиден был для соперника где-то затруднял да что-то не забил мы помним как волков там спасение сделал какой сумасшедший на его подачи но теперь трудновато игру свою менять когда ты совсем не подаешь можно любой там тактической казуистикой заниматься все что угодно говорить от этого только польза оказалось 77 в исполнении воду что делается то делается но пока на щербинина тут уже вопрос опять же психологии насколько марокканец вот уязвлен этой ситуации в том числе без него команда справляется лучше чем с ним червяков оказался проворней других у сетки и выводят белогорье и в этой партии вперед 10 9 жан 20 очков шурмачевский сложнейший мяч брагин браво как же сложно это было и нет не сохраняет мяч белогорье но опять же подарок от кона но но не бьются так переходящие мячи здесь кого на невольно поспособствовал тому что тот остался в игре но это все к что же от желания это фирменный сегодня знак майки кристинсона по моему не готов тогда получи передачи вот по-другому это не выглядело сейчас кто творит у меня такой игры честно говорят американского связу еще давно не видел пока джан после перерыва подает проверяет там насколько сурмачевский готов но тут подготовленная с доводки с приходом нападающего это игроку ну ну конечно ждать и ну да чем сложнее тем наверно лучше и хорошая ведь длина получилась у этой передачи у романа порошина без атаки но по крайней мере хорошей защитой хозяева а вот здесь у них фрибол за сколько на блоке и заболотников вроде бы наверняка ну там федоров что творит а это была игра на стороне соперника да да не дотерпел дмитрий волков пасовал спокойный мяч рука у него была в своем пространстве займясь был в пространстве белогория здесь конечно волков не дотерпел да подает и было горит вот крисонсон едва очко не выиграл но это ведь только начало очко то но вот она рядом но пока еще надо побороться за него то первый танк нет спира все-таки надежный михайлов от защищался порошим чудом что творят сегодня игроки той и другой команды волков выразительно бьет себя полку 16 13 верный мяч он не забивает сейчас ну какова же была защита в михайлов вроде бы уже обыграл блок вложился в полную силу брагин классно справляется хоть да не без блога но на перебор перебор до концовки свертос это это ошибка тактическая в том числе михайлов на тройном блоке было касание доволен волков как этот блок был построен тут мастерство нападающего безусловно то есть центральный конечно заболок жан ныряйте на москве как раз нырял за этим мячом но классная банда удар джанта блоки участвовал ну и вот тут заболотников можно что-то скажет надо было сделать это и раньше ну и заболотникову все сложнее эти атаки даются 23 19 щербинин так в этой партии в общем то какой-то заметной статистикой он и не обзавелся а белогория получает пять матчболов в этом матче после атаки павла тетюхина брагин справляется за болотников ставит победную точку белогория набирает три очка волейбольной классики обыгрывая на своей площадке казанский зенит на этом прощаемся с вами был владимир спецко всего доброго